Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим про тему, посвященную системно-лекарственной терапии, подходы в лечении региональных лимфатических узлов, взгляд химиотерапевта. Хотелось бы сразу сказать, что мы здесь будем рассматривать лечение местно распространенного рака головы и шеи. Хотелось бы коротко напомнить, что опухоли головы и шеи занимают седьмое место в структуре заболеваемости злокачественными образованиями в мире. Большинство этих опухолей представлено плоскоклеточным раком. Наиболее часто поражаются области рта и части глотки. Несмотря на то, что опухоли головы и шеи являются опухолями в большинстве случаев визуализированные, но, тем не менее, от 20 до 50% этих опухолей уже диагностируются на четвертой стадии заболевания. Безусловно, это сказывается на выживаемости пациентов. От 20 до 40% больных на первом году постановки диагноза уже, конечно, летальность у этих больных. И нам уже предоставлены статистические результаты по выявляемости и смертности за 2019 год. И мы видим, что опухоли головы и шеи за 2019 год уже начали превосходить по смертности рака предстательной железы. Обошли. И по факторам. Наряду с такими, как курение, алкоголь, выделяется еще вирус папилломы человека. По принципам лечения. Стоит разграничить, что опухоли могут быть локализованными, местно распространенными, и рецидивные, и метастатические пациенты. При решении, как поступить с больным, очень важно, чтобы каждый больной рассматривался на мультидисциплинарной комиссии. Это основа лечения распространенных форм заболевания. Какие же принципы отбора наших пациентов выделяются? Это оценка статуса пациента, который включает в себя ЭКОК, сопутствующие патологии, нутритивный статус пациента, и самое главное желание больного лечиться. Оценка статуса опухоли включает резектабельность, выраженность симптомов заболевания, сопутствующая патология, функция органа, и также HPV статус. Оценка лечебных возможностей и целей лечения – это сохранение органа, увеличение общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, уменьшение размеров опухоли, контроль над симптомами заболевания, улучшение качества жизни, также качество жизни после проведенного нами лечения и минимализация токсичности лечения. Хотелось бы сказать, что пациентам более ослабленным, пациентам с психологическими какими-то особенностями, пациентами возрастными, таким пациентам тоже необходимо оказывать лечение, но оно должно быть уже менее токсичное, но стандартное. Когда к нам обращается первичный больной, распространенными формами, местно распространенными формами, первый вопрос перед мультидисциплинарной командой – это оценка резектабельности опухоли. Если такой пациент резектабелен, то в первую очередь следует рассмотреть хирургическое лечение. Если пациент признан нерезектабельным, то такому больному нужно проводить лучевую терапию. Из этого пула пациентов, которым будет проводиться лучевая терапия, будет такая подгруппа пациентов, которые будут получать индукционную химиотерапию. Что касаемо индукционной химиотерапии, для чего она используется? Она позволяет проводить более интенсивную химиотерапию по сравнению с отчетанной терапией, что в будущем потенциально нам позволяет снижение риска рецидива отдаленных метастазов за счет воздействия на микрометастазы. Мы все знаем, что при местно распространенных опухолях у больного уже, скорее всего, есть микрометастазы, невидимые ни одним из методов диагностики, ни МРТ, ни КТ, ни УЗИ. Что еще дает нам индукционная химиотерапия? Это уменьшение опухолей перед радикальным лечением и возможность выполнения органосохраняющих операций этим пациентам. Ключевые этапы в лечении рака головы и шеи. Это первичное лечение, которое в себя включает сочетание лучевой терапии. Это индукционная химиотерапия, химиолучевая терапия и самостоятельная химиотерапия. Термина как одевантная химиотерапия для рака головы и шеи немножко неприменим, поэтому мы это называем самостоятельной химиотерапией. Первая линия – это прогрессирование, при прогрессировании после первичного лечения. И вторая линия химиотерапии – это прогрессирование на препараты платины. Исследование ключевое, которое внедрило индукционную химиотерапию, исследование ГИ, которое включало в себя 421 пациент. Первичными, конечными точками была трехлетняя общая выживаемость для индукционной терапии по сравнению с ее отсутствием и оценка токсичности. Пациенты были распределены в два рукава. Первый рукав получал индукционную химиотерапию по схеме ТПФ, это ДОЦ-ТАКСЛ, ЦС-ПЛАТИН и 5-ФТОРУРАЦИЛ, суточная инфузия. Они получали три цикла в течение каждой три недели. И второй рукав был без индукции. И далее все пациенты были рандомизированы на химиолучевую терапию. Один пул получал химиолучевую в комбинации ЦС-ПЛАТИН-5-ФТОРУРАЦИЛ и ЦТУКСИМАП плюс лучевая терапия. Это исследование нам продемонстрировало, что при проведении индукционной химиотерапии наблюдается улучшение общей выживаемости. Мы видим, что медиана общей выживаемости в группе, получавшей индукционную химиотерапию, составила 54,7%, и в группе не получавших 31,7%. Также есть различие выживаемости. Видим, что рубежа трех лет дожили пациенты в группе с индукционной химиотерапией 57,5%, и в группе не получавших 46,5%. Видим, что цифры очень разнятся. Также была оценена выживаемость без прогрессирования. В группе с индукционной химиотерапией пациенты получили выигрыш в один год. По частоте полному ответу также было продемонстрировано, что в полтора раза было увеличение достижения полного ответа после того, как больные получали индукционную химиотерапию. Какие выводы? Проведение индукционной химиотерапии показано грамотно отобранной группе больных местно распространенного плоскоклеточного рака головы и шеи при локализованном процессе тем пациентам, который исходно может быть выполнена органа, уносящая операция. Проведение индукционной химиотерапии увеличивает частоту объективного ответа, выживаемость без прогрессирования, а также общую выживаемость. Ну и, конечно, режим TPF является единственным режимом индукционной химиотерапии, доказавшей свою эффективность. Теперь поговорим про сочетанную уже химио-лучевую терапию. Исследование Меккенси, которое давнишнее исследование, оно рандомизированное, включает в себя более 20 тысяч пациентов, оно являлось основоположным, на основании чего введена была в клиническую практику химио-лучевая терапия. И мы видим, что пациенты, которые, это было уже в 2020 году, была обновлена база, были получены новые результаты этих пациентов, проанализированы. Мы видим, что на протяжении вот стольких лет разница идет в выживаемости. Пациенты, получавшие индукционную химиотерапию, на 10% идет увеличение выживаемости. Также были оценены сейчас уже возникновения локореагионарных рецидивов. Мы видим, что также есть отличия возникновения в двух групп, получавших химиотерапию во время лучевой терапии и не получавших. Ну, конечно, мы все прекрасно понимаем, что опухоли головы и шеи, они очень часто имеют локореагионарные рецидивы. Это 40-50% этих пациентов. Также стоит отметить, предиктивные факторы, которые выделяют для проведения химио-лучевой терапии, были оценены такие, как гистологическая биология опухоли, возраст больных, ЭКОК, стадия заболеваний. Но выделено среди всех только два фактора, которые реально влияют на назначение химио-лучевой терапии. Это возраст пациента. Чем выше возраст, тем меньше польза от химио-лучевой терапии. И ЭКОК. Также видим, что чем хуже ЭКОК, чем состояние пациента хуже, тем меньше преимущественно значение химио-лучевой терапии. Оценка по П-16. На графике продемонстрировано, что пациенты с П-16-позитивными опухолями, не курящие, имеют преимущество в выживаемости. Какие же выводы по исследованию МЭКОНСИ? Рецидивы опухолей головы и шеи являются довольно-таки частым событием. При П-16 негативных опухолях головы и шеи большинство рецидивов являются локорегионарными, составляет 75%. И что, конечно, необходимо усиление локального лечения таким пациентам. У пациентов с П-16-позитивными опухолями головы и шеи риск локального рецидива ниже, что гарантирует деэскалацию в этой группе пациентов. Это исследования, которые проводились в поиске мишеней, как проводить химио-лучевую терапию. Но, к сожалению, эти исследования оказались негативными. Они ничего не продемонстрировали, не удалось достичь какого-то выигрыша от каких-то комбинаций проведения химио-лучевой терапии. Ну вот одно из исследований РТОК-0522, которое изучало к добавлению химио-лучевой терапии ацетоксимаба. Видим, что там было включено большое количество пациентов, 891 пациент, но оно не продемонстрировало никакого выигрыша ни в трехлетней выживаемости, ни в локорегионарных рецидивах, ни в отдаленных метастазированиях. Исследования ГАРТЭК, французских наших коллег, они изучали добавление к лучевой терапии ацетоксимаба, 5-4-рацила в комбинации с карбоплотина. Ну, те же самые негативные результаты, отсутствие различия общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования. Это исследование продемонстрировало только увеличение частоты мукозитов в третьей-четвертой степени и количество по поводу госпитализации, по поводу токсичности проведенного лечения. Сейчас в ходу идет исследование ДЭБИО. Сейчас в проходе третья фаза продолжается набора пациентов. Здесь были включены в основном П-16 негативные пациенты, 90% их было. Оценивается двухлетняя выживаемость, но еще результаты ключевые, конечно, не представлены. Это все в работе, поэтому это как вариант, что сейчас происходит, что изучение ингибиторов апопоптоза происходит. Два ключевых исследования, которые нам позволили продемонстрировать преимущество цисплотина, это Airtoc-1016 и Deescalate, где исследователи продемонстрировали преимущество цисплотина над цитоксимабом при орофарингеальном раке. Это новые стратегии деэскалации, опять-таки исследования, которые в ходу, но пока они на самом деле тоже ничего положительного не продемонстрировали, но они есть, проходит еще их оценка. Какие выводы? Улучшение прогноза при П-16 позитивных опухолях. Парадигма лечения, что для П-16 опухолей позитивных и негативных в настоящий момент она одинакова. Предпринимаются попытки по снижению токсичности и улучшению показателей выживаемости пациентов. Это наши Минздравовские рекомендации, которые мы с вами используем ежедневно. Правда, недавно не обновлялись, но по местно распространенному там обновляться пока особо-то и нечего. Что касается обновления по метастатическому раку, скоро, я думаю, что будет. Видим, что при местно распространенном идет первым этапом индукционная химиотерапия и в дальнейшем химия-лучевая терапия, с включением препаратов платины, что при рекомендации горта на глотке. При носоглотке также видим использование индукционной химиотерапии по схеме ДЦФ, как мы видели в исследовании ГИИ, продемонстрированным. Назначение химия-лучевой терапии далее. Это заболевания гортани. Также Минздравовские рекомендации точно такой же план, что сначала, если опухоль неоперабельна, использование индукционной химиотерапии, дальше химия-лучевая сочетанная терапия. Спасибо за внимание. Продолжение следует...